У эфира «Объекты», где пропадает дня, расповедям по-белорусску и без цензуры. С вами Вольга Старостина. И сегодня у выдания. 55-й день войны. Лишили нас всего. Ну хоть жизни дайте нам, хоть дайте нам еще пожить чуть-чуть. Пусть-то мы уже в возрасте, но наши дети. Я не зря вас собрал сегодня. Впервые я подчеркнул на подобное совещание. После этого совещания спрос будет жестокий. Лукашенко обвестил чиновникам, что требово учиться жить по водле закону. Завтра была война. Украинские акторы не могут вернуться с гастроли. В Харькове мои родные волонтеры. Это у них большое сопротивление к моему возвращению, но я планирую. Россия подшла активную фазу наступу на усходе Украины. Али видовочных войсковых поспехов нема. Украина там засеродила найболей бояздольную групповку узброенных силов. Киев поведомляет про вызволение Марьинки на Данеччине. Окупационные войски там разбитые. По дребязни пропадеи 55-го дня войны Ярослав Стешек. Российцы усмаснили наступ по всей линии фронта на усходе Украины. Протягиваются ракетные и авиационные удары по цивильных объектах по всей территории. Ранее Збройные силы Украины отбили наступ российцев у рубежным и попасной Луганской области. Основная мета деяния у противника – разгром подразделения Узбройных сил Украины. Контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, где створение велизных калидору на купованных территориях до Республики Крым. Министерство обороны Великой Британии опубликовало восьгэтую мапу боевых деяний. По водле британца у заходняя групповка российских войсков наступает на «Изюм» по БАШЗ частково заблакованным Харковым. Паудневая групповка спрабует деяничать сбоку Луганску и Донецку до исти на заблакованный Мариуполь, куды скераванная и войск из оккупованного Крыму. Пакинувши у Киевской в области тысячи мертвых солдат и горы спаленной бронетехники, российцы перегруппавалися, каб обвестить новый этап войны. Операция на ускозе Украины скераванная на полное вызволение Донецкой и Луганской республик. Пачинается наступная фаза гэты операции. И теперь будет вельми важный момент. Однако Сергей Лауроу адмовился отказывать на пытание индийских журналистов, что здарывалось с крейсером «Москва», потопленным Украиной флагманом Черноморского флота России. Лауроу послау их у Министерства обороны. Сергей Шайгу у свою чергу у першым за долгий час заявлений на публице усклау вину за гэтую войну на Америку и за хат Агулам. Бояны не дают худко завершить специальную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерение провоцировать киевский режим воевать до последнего украинца. Сегодняш Министерство обороны России опубликовало кадры с баллистичным ракетным комплексом «Искандер», який наносить удары по территории Украины. А так само показала знищальники-бомбовальники Су-34. А вот так выглядит выкрыстание свыше тяжких бомбов у Мариуполи, у районе заводу «Азоусталь», где в бункерах разом с украинскими войсковцами адрасейца уховаются сотни мирных жихаров. Мы стараемся быть нервными. Когда стреляют, у нас тут трясется все. Я с тремя детьми. Здесь условия не сильные для детей. Не учеба, никакого развития, питание небольшое. И у детей уже и зубы портятся начали, и витамина Д не хватает, солнца не хватает. Лишили нас всего. Ну хоть жизни дайте нам, хоть дайте нам еще пожить чуть-чуть. Пусть-то мы уже в возрасте, но наши дети. Постоянный стресс, постоянные обстрелы. Еды остается очень мало. Нам нужен зеленый коридор. Зеленый коридор, то боксоправдную махчимость вывести за блоги людей, российцы не дают. Усе же хары окупованного Мариуполю теперь проходят празроссийские фильтрацинные лагеры, где шукают стых, кто за Украину. Завод «Азовсталь» на березе Азовского моря – один и район Мариуполю, який еще трымают украинцы. Як заявил Владимир Зеленский, кали их знищать, то сама махчимость перемога с Москвой буде ликвидованная. Жодный из ракетных ударов не изменил для России ситуацию не як принципова. А кали оценивать их усе разом, то вы снова такая, гэта стратегичная безлудзица. За гэтае военные злочинствы свет забере у России значна больш, чем Россия знищить во Украине, дадал Зеленский. Киев закликая союзников, як худшей да помогчы – и санкциями, и узбраеннями. Гэтае Россия разбурае, забывае, катуе и гвалтуе. Гэта не тая Россия, якая заслуговывает симпатии и разумення. Спадзаюся, одной, чы мир и безпека в Черноморском регионе будут адновлены. А ты и узбраенні, что уже есть, что дня идуть убой. Обстрелы российскими войсками не припиняются на территории усею Украины. У ночи за артиллерой обстреляли Миколаю. Два человеки потерпели. Принамсе три особи загинули и 16 отримали ранения у вынеку обстрела у Харкова. Российские войски частково блокуют город и разгортывают додатковые ракетные дивизионы поблизу. У Изюмя, Харковской области, российцы, имаверно, ужили химичную зброю. Войсковцы поведомляют, что после обстрелова украинских бойцов зъявилися прикметы химичного уздеяння, ванитовый рефлекс, головокружение и опеки твару. Россия плановала войсковое вырывание у Беларусь. Галуна управление выведки Министерства обороны Украины опубликовала документ, у яким планы Крамля увести войскы у нашу Украину и задушить протесты после выборов. Тогда, в августе 2020 года, вероятность того, что Россия ведет войска на территории Беларуси для защиты Лукашенко и спасения его была чрезвычайно высокая. Он не случайно с этим обратился к Путину. Думаю, тогда Россия мониторила обстановку в Беларуси. И предполагаю, что действительно были планы ввода российских войск на территорию Беларуси для защиты, скорее всего, даже каких-то административных объектов. Но в конечном итоге это не понадобилось. Лукашенко нашел другие способы, каким образом погасить протестную волну и сохранить свою власть. И власть свою он сохранил благодаря, именно благодаря российской информационной, информационной, скорее даже, идеологической поддержке. У опубликованных 13 сторонках документу описывается политичная и войсковая ситуация в нашей стране после президентских выборов. А так само, как минавито Москва может адраговать наимоверную просьбу Лукашенко у войсковой допомозе для сдушения протестов и обороны инфраструктуры. Крамлевская спецоперация плановалась под выглядом в учению, как по избегче войскового супредстояния с краинами-чальцами НАТО. Под легендой задумы позначены прозвищи начальника у штабу ды оперативных отделу 1-й танковой армии России. Али без подписов. Проверять справедность документов по куль махчымасти нема. Такой нарады у Лукашенко ящей не было. Принамся, так и он сам оценил встречу с чиновниками и силовиками. Даречи, некоторые силовые департаменты отримали публичный наганяй. Что разловало Лукашенко и какие новые задачи он поставил перед служками режиму, разповеде Змитер Мецкевич. У меня достаткова силов десродков и тех хлопцев, які стануть побачь. Мы снесем голову любому, кто сегодня хочет порушить мир и спокой в нашей краине, заявил Лукашенко, звертающийся до керувника Министерства внутренних справ Ивана Кубракова. Не обольщайтесь тем, что у нас все хорошо, ибо мы придем к тому, отчего с вами ушли в 2020 году. Я это прекрасно понимаю, товарищ президент. Ну так вы разберитесь со своими подчиненными. Есть. Я не зря вас собрал сегодня впервые, я подчеркнул на подобное совещание. После этого совещания спрос будет жестокий. Мы усилим роль прокуратуры и всех других органов. Генеральная прокуратура теперь головный репрессивный орган режиму. Ее керувник Андрей Швет после нарады у Лукашенко заявил, что фиксует факты тяганины и бездейности сбоку некоторых ведомств в политичных справах. Прокуратура отменила каля тысячи решений об адмове у заведения криминальных справов, припынении и спынении расследования. Мы не можем не заострить внимание на так называемых протестных статьях, которые сами же эти так называемые правоохранители и придумали. То есть в этой части действительно наблюдается рост. Тот же Губопик, если кто забыл, он в 2020 году перед выборами 2020 года должен был быть вообще расформирован, потому что в Беларуси нет организованной преступности, в Беларуси нет экстремизма. Он выдуман. И то, что они делают последние два года, в этом направлении подтверждают ту фикцию, когда они придумывают, фальсифицируют доказательства, выносят заведомо неправосудные приговоры. Павод для офицейных звездок, летость у Беларуси зарегистрованыя каля 87 тысяч злашинствов, что на 8% менее, чем у 2020 года. Зменьшилася колькасть крадежоу, сгвалтаваннеу и забойствау, что, правда, выросла колькасть разбоя, урабаваннеу и махлярства. Адмысловцы кажут, что гэта тенденция может протягиваться с пагаршэннем экономичной ситуации в Украине. Мы запытали беларусов, как, на ихную думку, органы внутренних справа у Беларуси оховывают законность и правопорадок. Абсолютная большаясть лечит, что силовики занятые только политичными репрессиями, да и иншей незаконной активностью. И только 2% опытанных стверждают, что органы выполняют свои обовязки належным чином. У той же момент офицейная статистика не зауждает люстровый соправдный стан Рэшоу. Особливо теперь, каже Олег Толершик. Навод широговые милицианты на месте мают шмат махчимостей уманипуливать звездками про злочинство, да их раскрыть все. Банальный пример, когда у граждан пропадает мобильный телефон, когда его воруют, а сотрудник милиции просит заявителя указать, что заявитель якобы просит помочь милицию в отыскании мобильного телефона, который он потерял при неустановленных обстоятельствах. Хотя зачастую заявитель прямо говорит, что телефон у него украли. Там, где преступность латентная, там, где такие отдельные виды преступлений раскрываются с трудом, и когда оперативник и тот же дежурный видят, что это будет так называемый глухарь, то всеми способами, всеми средствами уговаривается, убалтывается иногда и запугивается заявитель о том, чтобы он не оставлял в милиции официального заявления по факту совершенного в отношении него преступления. На фоне таких методов працы, да безперапынных политичных репрессий в Украине, агулам тяжко казать про некие законность и правопорадок. Пэлна, минавито гэта спрычынилась ада факту, что по водле политичного центру Намбэу, Беларусь теперь займает в Европе первое место по водле узровню злошинности, да опошнее по водле узровню безпеки. Змитер Мицкевич, Белсад. Падея, яка отбылась у студене, аля стала вядома про гэта только сёння. Намесника директора Белта у справе идеологии осудзили на пять гадо у колонии. Гэта к Сергея Адзярыху покарали за перевышэнё службовых повнамоцтвов. Чиновник, ка пазбегча люстрация паслезмены улады, перэдаваў службову інформацію аппэзіцыйным телеграм-каналам. Асуджэны назвал прэсуд незаконным и необгрунтованым, а покаранне несправядліва строгім. Апэляцыйную скаргу блога чиновника судовая коллегія пакінула без задавальнэння. Прэсуд без змэны. Не допамагла адзярыху ягонная ранейшая адданная служба режиму. Некалі зазначны унёсаку развіццё дзержавны інформаційны палітыкі Лукашэнка асабіста ўзнагародзів ідеолога. 583 дні минула з часу, як жагры бірасті ў сваім горадзе зладзіля карагод, а улады іх разагналі водамётам. Сёння ж судзілі чарговых адзінацць чалавек. Робіцца гэта не толькі дзіля застрашвання тых, хто супрыць уладаў. Прэ іншыя причына судзіліща Вітау Цівчак. Ларысы Яхімовіч, Ірына Кузьменчук, Катярына Ярамаева, Віталь Брыцько, Ігор Ляшкевич, Дзіяна Вашыліна, Дзмітрій Шамшура, Дзмітрій Неумержыцкі і Людміла Карабалюк, а так сама Ліванюк і Клімавец. 11 чалавек сталися новымі фігурантамі га так званай карагоданай справы, якую разглядалі ўжабінцы. Амалі усе судзі, які былі ў судзі Московськага району, Ленинскага району, Берестейськага району, навыц ўжабінковськага району, яны ўдзенючыли ў гэтам працэсі. Амалнікому судзі не махчыму було пазбекчы ў гэтага працэс. Улады намагаюцца зазеюць ў палітычны ісправі ўсіх судзі ў зберастя і ваколіццаў, меркуе журналіст Алесь Ляўчук. Яны пакаралі ўжо 116 чалавек реальными термінами. Ад года га так званай хіміі да 27 місяццаў колоній ўсё за п'ятихвілінны карагод на скрыжаваннім проспекту Машэрава з бульварами космонаутаў і Шаўчэнкі 13 верасня 2020 года. Это был такой празнік непослушання на тот момент. Людзі высказывались таким образом свой протест. Достойный протест і не заслуживающе уголовного преследовання. Фігурантам справы приписываюсь артыкул порушэння громадская апаратку. Хоць на кадрах выдацна бачна. Небязпеку жыццю і здоров'ю людзей стварали милиціянты, хаатычна ёззячы спецтранспортом на перакорд тролейбусам і аутобусам. Людзі паліли водомётом, а потам силовіки пачылі у дворах збиваць, хапаць людзей. Але людзі всё равно зібралися і пішли далей марш. У Нікубраз два-три дні з'явилася карагодная справа, по якою шмак людей пішло. Больше за 100 человек уже судили. Великая костясть людей змогла збегчись за межу. Сяродгіх і 24-годовая Вікторія Лисковіч, якою разом з маці, отправілі на полтора года хімії. Сакавіка дзявчына ў Літві наважалася на ризиковані утёки з поправчої установи. За виказування думок карають смірних протестовців з затятостю і фанатизмом. Репресію Білорусі кожны дзень. У Мянску затрималі Светлану Бычковскую і Сергія Жардецкага, а 10 чоловек у Балаклавах учыніли ператрус у Офісі Свободнага профсоюзу металістаў. Так сама сёння правооборонцам стала вядома, што суддзя Сергій Шатіла адправіў 50-годовага Мінчука Александра Сакаловскага на два гады колоніў змосненага режиму. Нібыта засупраціў міліціянту цывільным, які затримліваў яго ў двары заслухалкі з пагоні. Вітал Тівчык, ВІСАЦ. Новую справу Катярины Андреевой пірадалі ў суд. Павідаміў на сваюстаранце ў Фейсбуку ёйне муж Ігар Ільяш. Журналіст Цибіл Сато, якую віновацець ў здрадзі дзержаві, пагражаў до 15-ти гадов знявоління. Разгляд справы може пачацца ў другоў декадзі травні. Рані Катярину Андрееву пакаралі двума гадамі пазбавління волі за стрым жорсткага разгону акціў паміці Романа Бондарэнкі і розбурэнні сілавікамі народнага мемаріялу. Мілася я навысті на волю 5-го вірасні сё літа, але раптам ў лютым Катярину этапавалі ў Гомільскі сіза. Невядома, на аснові яких падзеў выставіля біновачыні і распачалі вследства. З'їхалі на гастролі, вярнуцца дадому. Немагчыма. У такой сітуація пынувся українські плейбэк-театры, які за тыдзінь до пачатку вайны приїху выступаць ў Вільню. Цепер вярнуцца ўродны Харку, які зазнае регулярны абстрэлы, не могуць. Прапаную вашу вазі сюжет Аліны Дубовяк, пасля якого ў ефіры працягніцца студія Білсад. А я з вами развітваюся да заутра. Беражіцца сібе. Лекар, выкладчыцца ВНУ, праграміст, мастачка, выхавальніцца дзіцячага садка. Людзей гэтых професіў об'ядналы Любу до акторскага мастацтва. Разам яны выступаюць ў плейбэк-театры вахтёры. Тут никакой там финансовы выгоды или чого-то такого нет. Это скорее про объединение. Для мене это какая-то соціальная миссія. И, ну, не знаю, даже сложно объяснить, но чувства того, што я делаю важны, што історія каждая чалэка важна, и таким способом люди могут раскрывацца. Плейбэк – гэта театр імправізацій. Глядач распавядая свою гісторую, а акторы, не змовляючыся, піратвараюць гэтую гісторую ў маленькі спіктакаль, згуку, рухаў, словаў, эмоціў, ніяких нарыхтаваных сценароў. На гэтым перформансі было каля пятидесяці асобоў, аля здымать журналістам дазволілі толькі ігру акторов. Усі акторы театру з Харкава, які цярпіць ад абстрэлу російськіх вайскоўцов. З пачатку вайны гэта не першы перформанс театру, цяпер на выступы прыходзіць шмат украінцов. Украинцы рассказывают в основном о своўх переживаниях, что они вот сейчас находятся здесь в безопасности, но они оторваны от своей семьи, потому что мужчины остались в Украине, их нельзя выпустить оттуда. И они рассказывают разные истории. Но в основном, как я заметила, что больше именно о вот этой грусти и о том, что ты здесь в безопасности, а там бомбёжки. Теперу Литві не менше за 40 тысяч украинских утекат шоў. Некоторые из них вертаются абопланують вернуться до дому. Вернуться в Харьков как можно скорее. Пока не знаю когда, потому что в Харькове мои родные волонтёры, это у них большое сопротивление к моему возвращению, но я планирую. Сяродноведовальников сёняшнего перформансу были украинцы, литулцы, поляки, беларусы. И сяродукраинский гисторый участей за усёг учала гисторая про тое, як война меня жыцё. Алёна Дубовик, Белсад.